МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витая служба информации телерадиокомпании Гомель, в студии працу Александр Гамоля. Глядите у этого выпуска. Меняют статус установок оковы здоровья, которые проводили на боротьбу с COVID-19, поступово вертаются до звычайного режима працы. В перспективе развития энергосистемы министр энергетики Виктор Каранкевич наведал Светлогорскую ЦЭЦ. География экспорта жидковицким сопропелем затекавилися Германия и США. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Медики краины констатуют, что захворывание на коронавирус изнижается. Поступово установы оковы здоровья, которые проводили на боротьбу с COVID-19, вертаются до нормального життя. Некоторые прошли санитарную опрацелку и обновили прием профильных пациентов. Некоторые переживают станочную динамику. Об тем, как у Гомеля стабилизуется эпидситуация, доведалась наша здымочная бригада. А последние месяцы вымуслили медиков мобилизовать усе ресурсы и переключиться на новую проблему – боротьбу с коронавирусом. Зараз установы оковы здоровья вертаются до ранейших задач и пытанев. Нареште наступает светлая полоса. Гомельский областный скорно-венерологичный диспансер – одна из первых больниц региона, которую перепрофиливали на работу с коронавирусными пациентами. И вот так само улику первых я навернулась до профильной деятельности. Установы дезинфицировали, теперь туда же цевляют прием с годной специализацией. Супрацовники диспансера признаются – выпробование коронавирусом – суровый, а лекарысный опыт. Перепрофилирование нашего учреждения с 1 апреля позволило нашим медицинским работникам проявить все самые лучшие качества. Даже, наверное, те, о которых они забыли и не подозревали. Это прекрасный опыт для нашего коллектива и вообще для системы здравоохранения в целом. Хотелось бы, чтобы он не повторялся в будущем. Но, тем не менее, это единый механизм, который работал, ну, как биение сердца. Все в одном ключе. Так само сярод тых, кто трымал схватку с коронавирусом – гомельские онкологи. Областный онкологичный диспансер перайшел на работу у плановым парадку. 31-го саковика установу перепрофилировали набрать пусковид-19. Спочатку диспансер працавал с контактами 1-го узровню. Коли захворывание на коронавирус узросло, больница подшла прием пациентов с остановочим тестом на инфекцию. 7-го липеня установа вернулась до приему профильных пациентов. С 13-го липеня у корпуса по улице Циалковского почнутся первые операции. Кировництво диспансера с гордостью отзначая паспяховую працу медперсонала на протягу опошних месяцев. Изначально, конечно, было что-то неизведанное, страшное. Был большой стресс у сотрудников. Но в этой сложной ситуации проявились самые лучшие качества. Коллектив сработал великолепно, четко, слаженно, дружно. Проявили свои самые лучшие черты и качества. О том, что персонал сработал хорошо, говорит тот факт, что практически никто из медперсонала этого учреждения не заболел. Это говорит о том, что соблюдался правильно санитарно-пенсионологический режим. Шарах медицинских установ усеешься на передовой. Яны протягивают лечить хворых на коронавирус. Тем не менее, специалисты признаются. Ситуация опошних тыднев выкликая навык не осторожный, а упэуненный оптимизм. Гомельская областная клиничная больница амальцалкам працую в штатном режиме. Пациентами с коронавирусом займаются только два отделения – терапевтичная и реанимационная. Харацкая клиничная больница номер 3 не первый день констатую позитивную тенденцию. Колькость захворылых за сутки – все меньше. Дарыч, установы прямая пациентов с двух районов Гомеля – Советского и Новобелецкого. Супрацовники областной инфекционной больницы так само отзначают истотный спад захворывания. Мы, как специализированное учреждение, естественно, выйдем из этой борьбы одними из последних, потому что мы предназначены для лечения инфекционных пациентов, в том числе и коронавирусной инфекции. Я могу сказать, что на рассчитанное, так скажем, и перепрофилированное на настоящий момент под лечение коронавирусной 190 к больнице на сегодняшний день находится 127 пациентов. Регламент лечения пациента «Усковид-19» для усих установ «Однольковы». И оно ожитивляется сгодно рекомендациям и клиничным протоколам Министерства охоты здоровья Республики Беларусь. Курс антибактериальной терапии различен на 7-10 дзен. После завершения контролюются лабораторные и рентгенологичные доследования. На основании состояния пациента, его самочувствия, на состоянии данных рентгена и анализов лечащий врач принимает решение о выписке пациентов. При наличии отрицательной динамики, либо если динамики нет вообще, пациенты продолжают лечение больше 10 дней в учреждении. И даже по рекомендации Министерства здравоохранения КТ-контроль при выписке не обязателен, потому что изменения, которые наступают в легких, они сохраняются достаточно долго, в действительности до полугода могут эти изменения быть. Не глядяши на видовочное поляпшение пидситуации, медики не расслабляются. Министерство охоты здоровья потребует выконовать санитарно-супротепедемичные и дезинфекционные режимы. При усих позитивных прогнозах специалисты повинны быть подрыхтованными до любых сценариев, у тым лику до другой хвали захворывания. И усё ж таки, супрацовники медицины вератю лепшее. В опыта пошних месяцев доказал, в белых халатах справиться с пандемией. Первая, и как у всех подзеются опошняя битва с ковид-19, Амаль выиграна. Миколай Скинтиян, Игорь Марышенко, телерадио «Компания Гомель». Протягиваем выпуск. Отказать на хвалющее питание и рассказать про дальнейшее развитие Галины. Министр энергетики Беларуси Виктор Коранкевич сегодня наведал Светлогорскую Цецк обсустриться с коллективом и представить нового керевника предприемства. Подробностями в материале Ганны Коральчук. Светлогорская Цецк – одна из старейших буйных электростанций белорусской энергосистемы. Ее увели в эксплуатацию в 1958 году. Сегодня объект обеспечивает оплом не только Жахару Светлогорска, а и два великого промышленного предприемства – Светлогорский целлюлозно-кордонный комбинат и Светлогорск-химволокно. Дорогие, Светлогорская Цецк – одна станция в белорусской энергосистеме, которая частково работает на местном палеве, природном с подорожным газом, який складает больше 40% в объеме споживания электростанции. На объекте працуют 530 человек. И сегодня у коллектива изъявился новый керавник. Вадим Толкач працует тут с 1996 года и пройшел шлях от электромонтера до начальника цеха. Под час его назначения на посаду директора министр энергетики пожадал угодно справиться с выкликами и показать высокие выники працы. Среди питаний, с которыми до Виктора Коранкевича развернулись супрацовники ЦЕЦ, уведение медицинского страхования, субсиды на жилье и дальнейшие перспективы развития энергетики Беларуси. Конечно, волнуют вопросы и вот белорусской атомной электростанции, будут ли обеспечены надежные потом работы здесь же, этого объекта. Конечно, этот объект, он создан для выполнения основной цели – это теплоснабжение. На этом объекте производится самая дешевая электрическая энергия. Поэтому этот объект будет, будут проводиться дальнейшие модернизации и объектов генерации, то есть того оборудования, которое здесь находится, будут проводиться и модернизации тепловых сетей с целью снижения технологического расхода на их транспорт в сетях. А в конечном итоге это дополнительный источник для повышения доходности или заработной платы людей здесь на предприятии. Далее гости отправились у подразделения предприемства, как доведаться, как организованы працовные места и технологичный процесс. В 2000-х годах Светлогорскую ЦЭЦ значительно модернизовали. Побудовали оборотную систему техничного водозабеспечения и оборотного остуджения, обсталевания турбинного и котельного отделения. Усталевали автоматизованный контроль за выкидами забручевальных речев и парниковых газов. В ближайший час смена у працы предприемства не плануется. Однако Гомель Энерго протягивает планомерную деятельность по интеграции системы в работу БелАЭС. У нас введен первый объект на Гомельской ЦЭЦ-2, у нас введено было два котла, два по 40 мегаватт. Это в 2016 году мы еще ввели эти объекты. Это был вообще первый, на котором отрабатывался полностью механизм для всей белорусской энергосистемы. Сегодня, в конце июня, введен в эксплуатацию еще один объект, это Черниговская котельная. 16 мегаватт, два котла установлено. И мы планируем в третьем квартале завершить работу и ввести еще один объект на Рогачевской котельной, два котла по 20 мегаватт. Установка электрокотлов дозволит регулировать минимальную нагрузку энергосистемы после запуска БелАЭС. За лишняя тепловая энергия в ночный час будет назапашиваться в баках-аккумуляторах горячей воды, а у Дзенны отпускаться с пожилцем. Ганна Корольчук, Валерия Гопанько, телерадокомпания Гомель, Светлагорска. Обмерковать надзенное пытание член Совета Республики Национального Сходу Беларуси Алексей Няверов сегодня провел с устречу с упрацовниками компании «Крышталь». Так само в диалогу принимали удел генеральный директор предприемства Руслан Сараковы и керавник администрации Новобелецкого района Сергей Казачок. Сустречи с працовными коллективами важная складающая деянности сенаторов видать настрой людей, быть у курсе их проблем, допомогать их выращать. Одна из главных метов таких визитов. Все ли это ся род самых актуальных пытанев экономичная и громадская житя у период пандемии. Гэта и меры профилактики на вытворчастях и удел профсоюзных организаций в сопростоянии коронавирусу. Почас размовы в працовных коллективах вздымается и тема селетней выборчей кампании. Позиция однозначная, только принимающий удел у голосования можно выказать свою громадянскую позицию и впливать на життя краины. Были, конечно, вопросы по избирательной кампании в плане организации, календарного плана проведения выборов. Ну и самое насущное, конечно, вопросы людей. Самое главное, что я преследую при каждой встрече и по мере возможности оказания помощи и содействия. Работа с працовными коллективами предприемства протягнется на кэтым тыдня Алексей Неверов наведая еще широк организаций. Житковицкие сопропелли выходят на внешние рынки. Цикавость до белорусской продукции проявляются у Германии и излученных штатах Америки. Пробные парты отримали становшие водгуки и зараз основе уснуется всем активности нарушивать экспорт. Как добываются житковицкие сопропелли, где выкористовываются, а так само кольки их споживают на внутреннем и внешних рынках, доведался Дмитрий Котов. Это самое буйное озеро в Гомельской области и червоное. Миновито тут находятся около 80% запасов сопропелли в регионе. Сдобывать их начали, а еще в 70-х годах минуло гастогодие. Процесс, до речи, и сегодня, не глядяши на сушасное обсталевание, довольно складанный и долгий. С початку земли снаратор житевляет добычу с одного озера, потом на протягу года проходит обезвоживание сопропелли в Чеках. Это участки земли обсталеваны дренажной системой. Площадь Чеков может досягать трех гектаров. Зараз предприемство Житкович и Химсервис заденитшие 50 таких участков. Их распроцовкой случайно начинают займаться поздней весной альбо на початку лета. Головное, чтобы максимально поспело подсохнуть Глеба. Сама заготовка это тоже продолжительное время, потому что чеки с весны, вы сами знаете, снег, дожди, все это, они не высыхают так, и как раньше работали, мы запускаем гусеничный трактор, начинаем их утаптывать, чтобы влага больше ушла в землю, потом начинаем чистить их от растительности, если растительность успела, она успевает, чистим от растительности все это, и потом только начинаем уборочные машины слоями снимать сухой слой сапропеля. Далее сапропели накироваются на вытворчую базу для кончатковой опрацовки. Тут они могут заховываться до 10 годов. Приезжают машины, они взвешиваются, затем сапропели уезжают либо под навес, либо они сбортуются в бурты, там они хранятся, и потом по мере необходимости мы эти сапропели берем и используем для производства. Сапропели долгий час поспехово выкористовываются у земляробств и нафтоздобычи и медицины. Основный споживец жидковицких сапропелев Беларусьнафта. Продукция выкористовывается у буровых растворах. Так само ей активно набывают сельские господарки для повышения уродливости хлеба. Повный час попит исновал только на внутреннем рынке, однако с минулого года снова начали извертаться на Америку брали, на Германию брали сапропелев. Пробные парты накерованные в Германию и США отримали становшие водги. На нарушивание экспортных позиций некольки повплывала пандемия. Однако зараз бизнес снова начинает оживать и на предприемстве жидкович и химсервис упевнены, что мясцовые сапропелев станут популярными и за мяжой. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания Гомель, Жидковицкий район. Ласунам пропонуют рассудить спрежку двух вытворцев цукерок. Гомельская фабрика «Спартак» заявила о порушении антимонопольных законодавства сбоку предприемства с Могилевской области. На думку заявника, конкурент увел на рынок наборы цукерок вели подобные по дизайне и сугучные по назве, что заявляется недобросумленной конкуренцией. Да поможите разобраться. В анкете 18 вопросов. Это и другие новинки о проектах телерадиокомпании Гомель. Вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. Всего доброго. До встречи. Двум водителям и пассажиру. На пересечении улиц Азерина и Ломоносова Hyundai не уступил дорогу автомобилю Volkswagen. От удара Санта-Фе отправился в Кювет и перевернулся. Сильные повреждения получил и пассат. Разбита передняя часть машины. Пострадали три человека водители транспортных средств и 42-летняя женщина-пассажир, которая находилась в автомобиле Hyundai. Госавтоинспекция напоминает о том, что на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства движущегося по второстепенной дороге должен предоставить преимущество в движении транспортным средствам приближающимся по главной дороге вне зависимости от дальнейшего его направления. В деревне Иваки Добружского района сгорел сарай. Спасатели полагают, что из-за удара молнии. Сообщение о возгорании поступило накануне в половине десятого вечера. Пожаром уничтожена кровля кирпичного сарая, повреждено имущество. Пострадавших нет. По словам очевидцев, огонь распространился в результате попадания грозового разряда. В Гомеле мужчина снял квартиру на сутки и вынес оттуда всю электробытовую технику, но погорел на мелочах. Нечистый на руку квартиросъемщик оставил в квартире свои пальчики. Эксперты нашли следы рук подозреваемого, сверили с базой данных отпечатков пальцев и без труда нашли вора. Им оказался 29-летний гомельчанин. Под тяжестью улик он признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители советуют хозяевам составлять договор аренды и записывать паспортные данные квартиросъемщиков. Сотрудники отдела внутренних дел администрации Центрального района Гомеля устанавливают личность женщины, которая может быть причастна к краже сумки в магазине. Вещи унесли из ячейки для хранения 30 июня в торговом объекте по улице Советская, 4. А вот и фотография подозреваемой. Правоохранители полагают, что эта женщина могла иметь отношение к пропаже чужого имущества. Полезную информацию о личности разыскиваемой гражданки просьба сообщить по телефону прямой линии 102. Это вся информация выпуска. Оставайтесь на Беларусь 4. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Кубок Беларуси по боксу стартовал в Гомеле. В областной центр приехали около 130 сильнейших спортсменов со всей страны. Бои проходят на ринге зала бокса областного центра Олимпийского резерва единоборств. Предварительные поединки запланированы вплоть до 9 июля. 10-го состоятся полуфиналы. 11-го в 12.00 пройдут бои за золото. Проходят состязания при пустых трибунах. Все поединки транслируются онлайн в официальной группе ВКонтакте. Этот турнир для представителей национальной команды первый старт после долгой паузы. Настояние не приподнятым. Все готовы побеждать. Готовились постоянно. Все уже устали от ожидания бокса. Наконец-то пришел бокс. И очень порядок, что это началось с Гомеля, наш республиканский бокс. Так что надеемся, что ребята покажут лучше, на что они готовы. Большое представительство на Кубке страны и у гомельчан. На сегодня представители нашего региона занимают лидирующие позиции в стране. Только за первый день в предварительных боях победу одержали Андрей Пухнович, Никита Краснобаев, Александр Каревский, Милалиев, Максим Панков, Дмитрий Бальков и Виктор Чварков. Сегодня в борьбу за награды вступили и девушки. Завтра гомельские боксаны Юлия Апанасович, Галина Бруевич, Виктория Телеман проведут финальные поединки. Кто из лучших, я думаю, встретятся и хорошие ребята здесь. И здесь очень много молодых ребят. Это перспектива, на которую мы надеемся в будущем будут представлять нашу страну. Поэтому я думаю, что финал он покажет, кто из них все-таки что из себя значит. Очень много хороших спортсменов, особенно и молодых спортсменов много, и, как говорится, и взрослые спортсмены сейчас на виду. Мы делаем ставку на молодежь, а есть у нас более возрастные спортсмены, которые больше 30 лет. То есть мы дали им последний шанс. Кубок Беларуси станет отборочным для молодых спортсменов до 22 лет. По итогам турнира будет сформированная сборная на игры стран СНГ, которые пройдут в Казани. Они запланированы на сентябрь. Сейчас ведется целенаправленная подготовка к этому старту. Последний месяц спортсмены тренировались в стайках. Сборы продлились 135 дней. Напомню, национальная команда приостановила выступление на лицензионном турнире в Лондоне. На сегодня известно, что жеребьевка останется прежней. Продолжит соревнования боксеры в феврале-марте следующего года. Российский защитник Олег Попов стал игроком хоккейного клуба Гомель. Контракт подписан на год. Прошедший сезон Попов провел в высшей лиге в составе Тамбова, где в 53 играх набрал 14 очков. В Карьере значатся выступления за Кристалл, Брянск, СКА Карелия и СКА Варяги, а также Челны и Рязань. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова